Кавун и его сябрым – пилотную инициативу сёння презентовали у Гомельским областным эколого-биологичным центры «Дятей и молоди». Тут пройшёл семинар по организации эксперименту сортовывучения кавуна, який пройдёт в сельских школах и центрах додатковой адукации. Наши корреспонденты доведались об умовах у делу в эксперименте, а так само, чем майчинные кавуны, лепшие за импортные. Белорусские кавуны – больше солодкие, чем замежные. Так, подчас семинара высказались эксперты. Яшы одна первая гайчинных доспевают и они в натуральных умовах. Импортные частей за всё сбирают зелёными, и до потребной спелости они доходят по дороге в Беларусь. Немаловажно и то, что наши кавуны псуются прикладно за месяц, что свечить об их натуральности. А привозные могут заховывать свои смаковые якости в четыре раза до уже. Гэта не вельми добра. Сорванный недозрелый арбуз – он недозреет. Это уже установлено. Поэтому они где-то сахара содержат около восьми. Семь-восемь – наши где-то около девяти. Вот и наши более экологически чистые арбузы. Потому что наши хранятся где-то около месяца. А импортные, которые завозят, там обработаны различными химическими препаратами. Мы по крыху привыкаем до того, что некоторые фрукты и ягоды начинают выросшивать в наших широтах. Але изменение климату даем ахчымась спочатку проводить сельско-господарчие эксперименты, а потом проступать до выросшивания экзотики на наших землях. Инициативы у микропроекции подхопливают установы адукации. Так у одной из сельских школ Брагинского района гадают кроликов, працуют у теплицах. А зараз выросшили займаться экспериментальным выросшиванием кавунов. Наша школа решила поддержать инициативу по выращиванию арбузов. Надо сказать, что занятие это не новое, но требует определенных агротехнических знаний. И тоже, если не школа, если не учителя, если не дети займутся этим вопросом. Поэтому мы активно пытаемся этим заняться. По часу встречу дельники доведались о перспективах выросшивания кавуна на Путне Беларуси. Представники команды «Дельниц» шести районов Гумельской области отримали все необходимое для запуску кавунового эксперименту. На протягу погоды, поколь будет продолжиться инициатива, да и ее смогут долучиться у всех, кто пожадает попробовать свои силы в конкурсе фоторепортажей, артикулов, видеороликов и малюнков на тему, как мы вырастили кавун. Завершением инициативы станет свято. День кавуна и его сябров, якой отбудется в Жнилне у Лоеве. Марина Джала, Алиса Рудянкова, Игорь Маришченко, телерадио компания «Гумель».